Для старой промышленной базы провинции Хейлонзян крайне важно вести нелегкую борьбу за изменение режима работы и корректировку структуры, что является приоритетным для возрождения и развития. Придерживаясь принципа приоритетного развития цифровой экономики, ускоряя преобразование новой и старой генетической энергии и способствуя модернизации промышленной структуры. Ряд цифровых фабрик укрепился, а мощности обрабатывающей промышленности неуклонно увеличивались. Есть некоторые проблемы с дизайном параметра, поэтому мы будем корректировать параметры в будущем. Фосифровом цехе завода по производству горобок обердати Дунг Ан, заместитель директора Цао Госян исследует снижение скорости на узких местах и на станциях и может быстро определить проблемы срочного процесса, полагаясь на цифровой мозг цеха. В будущем сбора фоновых данных определяется дочка изменений гажда и станции и выполняется оптимизация и анализ процесса. Как старый сотрудник, проработавший 12 лет, Цао Госян хорошо знает развитие цифровой трансформации предприятия. В его более чем 21 дневниках записаны изменения в каждом производственном проценте и каждом техническом параметре за последние 10 лет. Старый инструмент, который когда-то выделялся в соревнованиях по мастерству, динамометрический ключ этофно был заменен автоматизированным оборудованием. Срочные бумажные данные заменены промышленными идентификационными пирками, и работники могут обручать всю информацию о производственных процентах в режиме реального времени с помощью сканирующего устройства 5G, которое находится в их руках. В дневнике Цао Госян было записано, что 20 июня 2017 года 6-й ступетчатая автоматическая коробка передачи была успешно введена в эксплуатацию, и он был так рад, что не мог спать всю ночь. В течение нескольких лет скорости передачи в автономном режиме постоянно обновлялись при помощи оцифровки. Раньше скорость составляла 144 секунды, а теперь 72 секунды. Благодаря оцифровке и автоматизации, компания «Тунг-Ан» заняла первое место по продажам среди одействительных независимых производителей бензиновых двигателей первого оборудования этого года. А ее доля на рынке исторически превышала 50%. В настоящее время строится проект «Новые базы и комплексные динамичные системы новых источников энергии», которые предоставляют собой производство стоимостью десятки миллиардов торгов. За последние 10 лет провинции Хейлун-Диа изменили свой режим и скаркетировали свою структуру. Приложило все усилия для развития трех основных отраслей, а также ускорило преобразование новой и старой генетической энергии и неукронно увеличивало свою производственную мощность. Среднегодовой прирост суммы инвестиций в промышленные и технологические преобразования провинции составляет около 8%. Было создано 175 цифровых цехов. Большое количество инновационных продуктов, таких как, оказывая турбинные, уритросверхокритические баротурбинные генераторы, уритросверхокритические угольные катры, вентиляторы с воздушным охраждением и сверхмощные высокопроизводительные станки с ТБУ, достигли или приблизились к передовому мировому уровню. Структура химической промышленности продолжала оптимизироваться, достигнув в годовой мощности переработки 25,8 млн тонн. Крупные прорывы были достигнуты в разведке и разработке изранцевой нефти в Татсине. Массштабы пищевой промышленности увеличились, а мощности по переработке молотиной продукции и выпуску сухого малогаза занимают первое место в стране. За посредние 10 лет 381 комплектов продуктов в провинции удовлетворили основные потребности национального строительства.